Действительно, что распыляться по мелочам? Давайте сразу весь набор за 70 тысяч продадим. Это, наверное, один из самых маленьких мелков среди всех марок. Лучше бы денег там поэкономила марка. Стоит заметить, что Blue Airs прям мамой клянутся, что их кадмиевые пигменты безопасны. Производитель советует носить респиратор. Всем привет! Сегодня мы поговорим про еще одну марку сухой пастели. Это американская марка Blue Airs. Про нее практически нет информации, особенно в русскоязычном сегменте ютуба. Поэтому, я думаю, это видео должно пригодиться тем, кто увлекается пастелью. Для начала я хотела бы поблагодарить подписчика, который прислал мне этот прекрасный набор. Я, честно говоря, была просто в восторге от такой поддержки. Сама я бы еще не скоро добралась бы до этой пастели. Это точно! Спасибо огромное! Также еще раз благодарю за донат постоянного зрителя Чеширского кота. А теперь начинаем обзор о фирме. Почему эта пастель называется Blue Airs? Все просто. Она производится в небольшом городе, который так называется. Этот город находится в Америке, штат Миннесота. И, по информации, которую я смогла найти, производится она всего 8 лет. То есть, это очень молодая марка. Может, поэтому о ней пока так мало сказано. Где купить? Я не знаю, где официально купить эту марку в России, но в Америке она доступна, что неудивительно, поскольку она производится именно там. И моя пастель прилетела именно из Америки. Но, живя в России, вы легко можете заказать эту пастель на том же Джексон Сарте. Ссылку на мой набор вы найдете в описании к этому видео. Кстати, если вы делаете заказ на этом сайте в первый раз, вас ждет скидка 10%. И, кроме того, своим заказом, именно по моей ссылке, вы поддерживаете этот канал. Цена. Это не самая дешевая пастель. Один мелок стоит 210 рублей. Для сравнения, Сен-Элье стоит 175. Юнисон 204. Шминки немного дороже, 232. Но все те марки, которые я перечислила, выходят гораздо дешевле, если рассчитывать цену на грамм продукта. Но все-таки, это не самая дорогая пастель. Нужно об этом сказать ради справедливости. Есть фирмы и дороже. Мой набор включал 21 мелок и стоил 4,5 тысячи рублей. А полная палитра обойдется вам в 70 тысяч рублей. И она включает 336 мелков. А почему вам неожиданно может захотеться купить именно полную палитру, я расскажу дальше. У каждой марки есть какая-то главная особенность. Визитная карточка. Рассказать вам, чем одна пастель отличается от другой, это самая главная задача, которую я ставлю перед собой, когда делаю обзор. И какая же фишка у Blue Earth? Их фишка это особенная организация цветов. Поясню. Перед любым художником стоит вопрос создания собственной, наиболее полной и удовлетворяющей всем потребностям палитры. Чтобы у вас были все цвета всегда под рукой. Если мы говорим о сухих материалах, то это становится сложнее, чем это было бы с влажными материалами, потому что возможности смешивания, естественно, более ограничены. Вы можете разработать собственную систему состава и организации палитры. Или воспользоваться уже готовой. Последнее, естественно, удобнее. Blue Earth предлагают нам как раз такое простое решение. Они все придумали за вас. Полная палитра Blue Earth задумана как гармоничная и сбалансированная. Она охватывает максимальное количество вариаций всех цветов. Поэтому я думаю, что вряд ли Blue Earth будут выпускать новые цвета. Но если только захотят дополнить палитру радужными или металлическими оттенками. Вот только так. Мелкие Blue Earth продаются либо поштучно, либо по наборам. Каждый набор посвящен какому-то отдельному цвету. Тут у нас 10 цветных наборов и 2 серых. Основные цвета имеют по 2 набора. Один теплый, другой холодный. То есть желтый и лимонный. Красный и розовый. Церулеон и синий. Вторичные цвета представлены одним оранжевым, одним зеленым, одним бирюзовым и одним фиолетовым. Фиолетовый набор разделен на 14 фиолетовых и 14 сиреневых цветов. Плюс у нас есть один теплый серый набор и один холодный серый набор. Итого получается 12 наборов. Это что касается цветов. Для организации внутри этих наборов Blue Earth использует принцип хроматического круга. Это такая традиционная схема 19 века. Мелки организуются по трем критериям. По цвету, по светлоте и по насыщенности. Такое логичное расположение палочек позволяет быстро и легко находить нужный цвет в процессе работы. Это конечно в том случае, если вы не будете разрушать тот порядок расположения пастели, который был при покупке ваших коробочек. Давайте я объясню подробнее. Организацию по цветам мы уже разобрали. Далее, внутри каждого набора пастель сортируется по тону, то есть по светлоте. Внизу самые темные, вверху самые светлые. И по насыщенности. Слева насыщенные, яркие, а справа бледные. Чем это хорошо? Тем, что вам проще будет определить тон, к которому относится ваш мелок. Потому что нас иногда сбивает с толку цвет, за которым нам сложно понять тон. Нам будет проще, если мы обесцветим изображение. Смотрите, что получается. Потому что, несмотря на то, что они отличаются по цвету, по тону, они все-таки примерно равнозначны. А для чего вообще нам знать тон конкретного цвета? Это важно для того, чтобы передать объем объекта, который вы изображаете. Ваша работа, если она не декоративная, должна смотреться объемной, как в цветном, так и в обесцвеченном варианте. Если вы ничего не поняли насчет тона, не расстраивайтесь, пожалуйста, просто посмотрите мой обучающий ролик на эту тему. Ссылка будет в описании. Я бы вам очень советовала его посмотреть. Это короткий урок со всеми базовыми понятиями рисунка. Возвращаемся к пастели. Эта логическая организация позволяет относительно небольшому набору представить наиболее полное выражение цвета. Но все-таки полную палитру при всем желании нельзя назвать небольшой. Это, как ни крути, 336 мелков. Хотя у некоторых марок палитры в два раза больше. Как вы понимаете, ничто не мешает вам воспользоваться этой системой организации со своими уже имеющимися у вас мелками. Не обязательно покупать для этого, конечно же, Blue Earth. Какие еще наборы существуют? Но Blue Earth имеет не только наборы, распределенные по цветам, но и по темам. Например, мой набор портретный. Есть еще пейзажный набор, а также походный набор из 56 цветов, который представляет из себя усеченный вариант полной палитры. Но тоже очень грамотный и при этом действительно компактный. Кроме того, имеется пробный набор из 6 основных цветов и пробный набор из 12 основных цветов. Обратите внимание на состав пробных наборов. Это правда необычно. Здесь мы имеем 3 основных цвета в двух вариациях. Ярком и бледном. Или 3 основных цвета в 4 вариантах насыщенности. Этого действительно должно быть достаточно для того, чтобы попробовать эту пастель. В других марках набор из 12 цветов обязательно включал бы в себя максимальное количество ярких цветов. А бледные скорее всего появились бы только в наборах с большим количеством мелков. Именно поэтому часто художники избегают покупки маленьких наборов с якобы основными цветами. Потому что там будет вырвиглазное нечто и обязательно придется много чего докупать. О наборе. У меня составной набор с темой портрет. В нем 21 цвет. Мой набор, кстати, тоже заявлен как пробный. То есть у марки все-таки есть стремление в конце концов продать художнику всю палитру. Это очень хитро, конечно. Действительно, что распыляться по мелочам? Давайте сразу весь набор за 70 тысяч продадим. Структура этого набора такая же, как у остальных. Она основана на 7 тонах. Считается, что даже при ограниченном количестве цветов, 7 тонов достаточно для того, чтобы изобразить что угодно. И это будет выглядеть объемно. Упаковка. Это картонная коробка с минимумом информации на ней. Вот таким образом она открывается. Здесь даже есть инструкция на всякий случай, если мы запутались. Посмотрите, сколько поролона. Сложно представить себе, что хоть один мелок разобьется при транспортировке. Даже если это будет очень неаккуратная транспортировка. А для пастели сохранность это особенно важно. Упаковка тоже относится к особенностям этой пастели. Чувствуется, что создатели хотели сделать что-то новое и действительно удобное. Вот посмотрите, мелки не лежат, а стоят. Поэтому если работать прямо из коробки, у вас получается экономия места при максимальном обзоре цветов. Я уже поработала именно таким образом. И могу сказать, что на протяжении всей работы мелки оставались в своих секциях. Я их доставала, без проблем убирала обратно. Не тратя на это, в общем-то, много времени. Я оценила компактность на 5 баллов просто. Но допускаю, что это из-за того, что у меня именно вот такой небольшой набор. Может быть, с большим набором будет сложнее это осуществлять. Давайте посмотрим на сам мелок. Вы не можете не заметить, что этот мелок очень маленький по своим размерам. Это, наверное, один из самых маленьких мелков среди всех марок. И заметьте, это не половинка, это целый мелок. Размеров побольше у этой марки просто нет. Это вторая хитрость, которую я замечаю у Blue Earth. Это жутко неэкономно. Но с другой стороны, если подумать, как ни странно, это тоже довольно удобно. Не секрет, что обычно мелки кажутся художникам слишком длинными и неудобными. Поэтому для работы мелки ломают пополам. Этот мелок ломать не нужно. Кроме того, не нужно снимать рубашечку. Номер цвета выбит прямо на самой палочке. Хотя у меня на одном мелке лишь часть маркировки почему-то. То есть, вы не тратите время на то, чтобы подготовить мелок к работе. Но это, конечно, не существенная экономия, честно говоря. Лучше бы денег там поэкономила марка. А вот, что существенно, палочка имеет кубическую форму. А это не характерно для мягкой пастели. Мягкая пастель обычно имеет круг в сечении. Но эта форма наиболее удобная, потому что позволяет делать толстые фактурные линии гранью. И тонкие линии ребром. Но, как вы уже могли увидеть, информации на этой пастели никакой. Эта маркировка характерная для пастели со скрытым пигментным составом. Поскольку все оттенки делятся просто на цветовые группы. Маркировка представляет из себя первую букву цвета и номер оттенка. Точно так же, как вы видели у Unison. Которая, кстати, тоже является довольно новым пастельным брендом. Может, это теперь такая тенденция не указывать пигментный состав. Давайте выкрасим их. Мне сразу понравились эти цвета. В общем-то, действительно все, что нужно для изображения кожи. И очень светлые цвета, и очень темные, и розоватые, и зеленоватые. Хотя охристых, мне кажется, все-таки многовато. Я знаю, что многим из вас важна укрывистость пастели. Поэтому я провела контрольную черную полоску. Я сначала выкрасила, а потом немного втушевала в бумагу цвета. Бумага стандартная от Kensen, если интересно. Они, в общем-то, довольно равномерно растушевались. Как видите, прозрачных цветов нет. Они все полуукрывистые, исключая самые темные. Вот они очень плотные. Если говорить об общей палитре, мне очень нравится, что марка уделила такое большое внимание сероватым и бледным цветам. Они часто необходимы именно в портретах. Я, как вы уже поняли, нарисую портрет, используя исключительно цвета моего набора. Посмотрим, возможно ли такое. Это действительно очень мягкая пастель. Она неравномерно мягкая. Одни цвета мягче, другие более твердые и колючие. Но это нормально. Пигменты разные, поэтому и ведут себя по-разному. По моим ощущениям, она очень мягкая, пигментированная, но не кремовая. Давайте по пигментному составу пройдемся. Я нашла сайт Blue Earth. И там нет пигментного состава этих пастелей. Скажу больше, там чрезвычайно ограниченное количество информации. Это сайт Одностраничник. Как я уже говорила, открытый пигментный состав это весьма желательная вещь для профессионального материала. О пигментном составе мы можем приблизительно догадаться по тексту на обратной стороне коробки. Тут перечислены компоненты, которые могут входить в состав набора. Оксиды железа, титана, кобальта и кадмиевые пигменты. Это на заметку тем, кто отказался от кобальта и кадмия. Стоит заметить, что Blue Earth прям мамой клянутся, что их кадмиевые пигменты безопасны. И прошли соответствующую сертификацию. Но больше всего, и я думаю тут все со мной согласятся, хотелось бы знать даже не о пигментном составе, а о конкретной светостойкости каждого оттенка. Марка и тут ограничивается тем, что сообщает нам, что в среднем у всех оттенков очень высокая светостойкость. Вот такая средняя температура по больнице. Это очень печально и тут я ставлю первый минус. Я не знаю, может это именно русские художники так помешаны на подробной информации, а за рубежом возможно это и не важно, поэтому они и не указывают. Вот как думаете? Я не понимаю, почему некоторые бренды скрывают эту информацию. Возможно, чем меньше информации даешь людям, тем меньше критики. Хотя Blue Airs не делают смелых заявлений об отсутствии разбелов, как это делают Юнисон. Поэтому скрывать им вроде как нечего, не знаю. Насчет здоровья и безопасности, кстати, производитель советует носить респиратор и поддерживать нормальный уровень гигиены в студии. А также советует использовать профессиональный пылесос для уборки после работы с этой пастелью. Но я думаю, в идеале так нужно работать с любой пастелью. Давайте с вами вернемся к портрету. Я не использовала пастельные карандаши, вся тонкая обработка шла с помощью силиконовой растирки. Каждый раз, когда я рисую пастельный портрет, сначала боюсь того, что получается, а потом потихонечку привожу это месиво в порядок и получается что-то, на что хотя бы можно смотреть. Касательно ощущений от работы. Работала на тонированной бумаге Кэнсон. И мне показалось, что эта пастель не так хорошо наслаивается, как другие профессиональные марки. Я знаю, что не для всех это важно, многие работают одним-двумя слоями, но я накладываю очень много слоев. Постоянно что-то поправляя, постоянно что-то уточняя. Но это чисто мои ощущения и, конечно, это максимально субъективно. Я не знаю, как посчитать количество возможных слоев, чтобы это были какие-то точные расчеты. Что касается самой палитры, не думала, что я когда-нибудь это скажу, но мне не хватило ярких цветов для акцентов. И портрет получился сероватый. Еще мне не хватило цветов для волос. Это я говорю на случай, если среди вас есть люди, которые не имеют ни одного мелка пастели и хотят купить этот набор, чтобы с него начать. Не делайте этого, он слишком ограниченный. Вам его не хватит. Причем не хватит не только по цветам, а в первую очередь по объемам. У начинающего художника, который много практикуется, эта пастель просто растает в руках. Да и не у начинающего тоже. На мой взгляд, самая большая проблема этой пастели, конечно же, размер. Брать или нет, как всегда решать только вам. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok